Всем привет, с вами Тед, и мы сейчас будем смотреть PvP. Да, станете мастером зеркалок, потому что это НИП против Астрея. Это лучшие игроки Америки. И, собственно, вопрос наш на сегодня, это какой самый имбовый юнит у Протаса? Пишите в коммент, какого юнита самым имбовым вы считаете. А мы сейчас пробежимся по матчапу PvP. Все основное, что нужно смотреть, что нужно делать. И нужно начинать всегда со стеночки. Всегда ставим пилон, гейт, газ, газ. Проверяем фотонки, да, помните, мы все это учили все это время. Весь месяц мы учили, что нужно проверять фотонки и ставить второй гейт. И едем в разведку, как я и говорил. Стеночка желательно делать вот как здесь делается с проходом под Архона. Да, то есть должно быть два, две клеточки. Вот. Что потом делают пробки, которые едут в разведку? Обычно они едут и ставят прокси пилон, но не для прокси. Хотя часто и для прокси ставят. Обычно не для прокси, а просто так. Сейчас мы это, собственно, и увидим. Да, как пробки разъезжаются и ставят свои прокси пилоны. Зачем? Все очень просто. Соперник придет вас разведывать, не увидит второго пилона. И на высоком уровне это уже, в принципе, мета. То есть, когда вы приезжаете к ТОСу, у него никогда не будет второго пилона. Потому что просто, а зачем? Да, то есть, пускай лучше соперник лишний раз напрягается. И вот мы видим два варианта. Первый вариант это поставить прокси возле своей базы, как делает это НИП. Либо прокси где-то на карте, откуда можно получать до варпы. Плюсы. Этого пилона, я думаю, вы уже поняли, можно получать до варпы. То есть, можно в какой-то момент сюда сделать парочку адептов, лишний раз похарасить врага. Плюсы этого пилона. Его найдут позже. Возможно, никогда не найдут. То есть, вот этот пилон, в принципе, протас отправится на поиски, поищет, найдет. А этот вряд ли. И у этого из минусов. Он ставится в центре, мы едем, разведываем. У этого мы, во-первых, приезжаем к врагу позже. И по этой информации можно догадаться. Сейчас объясню такую штуку. То есть, вот прибегает пробка. Не, не прибежала. Сейчас объясню, почему не прибежала. А пошла вот сюда вот куда-то изучать. Во-первых, он пошел поискать пилон НИБа. Как раз таки, да, вот этот. А, во-вторых, если мы сразу прибегаем, то понятно, что мы бежали-бежали, поставили пилон и побежали дальше. То есть, это сужает круг поисков до вот такого. Мы должны забегать примерно в 2.15-2.20 к сопернику. Вот, если мы так забегаем, смотрите, 2.17, да. Острея, кстати, даже не побежал. Сейчас посмотрим, что он делает. Он решил вообще не разведывать. Ну, сейчас будем смотреть. И каждые вот эти моменты анализировать именно. А когда мы забегаем 2.20, в принципе, это стандартное, как бы, действие. Когда мы ставим прокс-пилон, ставим роба и бежим сразу к сопернику. Вот, в этот момент мы как раз пробегаемся, посмотреть, хоть что у него на базе делается. То есть, это выглядит, как будто там прокси-робот, действительно. Ну, либо прокси-таргейт, неважно. Вот, тем не менее, здесь все стандартно. Открываемся вот 2 сталкера для контроля карты. 2 адепта, если ими хорошо расконтролить, они получают контроля больше, чем сталкеры. Но тут как пойдет. Вот, 2 адепта пошли. 2 сентри для разведки, 2 сентри для разведки тут. Вот, адепты бегут, сталкеры бегут тоже вперед. Все, адепты заставили соперника, могут заставить, остаться на базе. Здесь, конечно, они не заставили, не пошел вперед, потом пошел назад, зареколился под адептов. Пустить их наверх хотел. И все, адепты, в принципе, дают контроль, дают понимание, что происходит. Оба процесса выходят во вторые базы. Вот. И сейчас самое главное, все сводится к скауту сентрей. То есть сентри кидают скаут. Здесь у нас 4 сентри. Они позволят полноценно разведать вообще без остановки. Оба процесса открываются в твайлайт. И сейчас модно, можно в любую технологию, на самом деле, открываться. И вот наш первый скаут, да, он летит. Получается, если мы открылись не в сентрю первую, прилегает на 4 минуте. Что мы видим на 4 минуте? Мы видим технологию, в которую соперник открылся. Видим, есть ли у него второй Нексус. Мы же могли как бы раньше понять, да, что у него второй Нексус, открывшись раньше в сентрю, чтобы защищаться. Но в целом понятно будет, вы играете против там прокси какого-то агрессора или нет, чуть раньше. То есть это видно по действиям юнитов. Так как юниты здесь ходили скорее, исследовали что у одного, что у второго. Они оба приняли как бы решение, ну, играть спокойно. Кстати, пробки все еще ждут адептов, естественно, никуда не разбегаются. Как только подтвердили, что это макро, что это вторые базы, сразу же ставятся фаржи. То есть вот ставят фаржу НИП, сейчас должен острее добавить, скорее всего. Но острее решает вот так вот прохалявить. Смотрите, какая тут ситуация. Грамотнее действовать как НИП. То есть делать апгрейды, развиваться и вроде бы как все ок. Но, если вы знаете, что соперник, скорее всего, сейчас на вас не пойдет в атаку. Острее это подтверждает, открывшись 4 сентри. То есть он постоянно кидает эти скауты и он видит, что тут не добавляются новые гейты. Он видит, что есть фаржа. Но с фаржой все равно ты не можешь просто прийти и убить. То есть это не так сильно решает в пвп. Острее, плюс 1 конкретная разница. Разница в плюс 2 жестко решает, в плюс 1 нет. И острее ставят быстрый Нексус. Тоже как одна из реакций прикольных на раннюю фаржу. То есть увидел фаржу, поставил вместо своей фаржи Нексус. Поставил Нексус, потом поставил фаржу свою. Спокойно тыкаем гейт роба и начинаем просто юниты, юниты, юниты клепать, клепать, клепать. Тут главное поддерживать продакшн. Кто помнит таблички, сколько там чего. Видите, газа он не добывает много. То есть ему не надо. Он играет 3 газа. Он продолжает варпать юнитов. Он копится, копится, копится. И то же самое делает НИП. Но НИП делает просто масс сталкеров сейчас с центрями. А Острее уже начинает делать имморталов. Имморталы хороши в защите как раз таки. Потому что они у вас сидят дома, они сидят под батарейками. У них все окей. И если бы НИП приходил вот где-то на минуте 5.30, например, олынил бы с 6 гейтов, было бы круто. То есть вот если бы НИП вместо фаржи, например, проскаутил эту историю чуть раньше, то есть догадался бы, когда он увидел это. Он увидел это вот, на пятой минуте. Если он на пятой минуте прогоняет вот этот скаут и ставит сразу же себе 5 гейтов в сумме, и с 5 гейтов начинает олынить, да, помните, как по продакшну, он тогда в целом может здесь прийти даже посоревноваться. Потому что очень катастрофическим числом можно прийти и начать давить. И он может варпать юнитов сюда или еще где-то, то есть сделать это скрытно. Вот. Он же ставит свой НИП чуть позже, идет в атаку чуть позже. И как вы помните по динамике, если у вас все позже, то вы как бы не очень хорошие ситуации, да. Потому что если у вас позже, вы должны нанести урон экономический. Вот. А что Астрея делает? Он постоянно пускает адептов НИПу, да. И вот этими вот адептами он как раз-таки выполняет работу НИПа, да. То есть НИП должен наносить экономический урон, но он не наносит. А Астрея потихоньку-потихоньку наносил, мешал, там, разменивался адептами. И это ему позволяла его как раз-таки более ранняя база. Вот. И все. И вот мы встречаемся как бы здесь войсками на седьмой минуте. Да, НИПа больше, но здесь не забываем Иммортал. Здесь еще один Иммортал строится. Здесь батареечки все окей есть. И сейчас пойдут до варпы с полной экономикой. И лимит его Астрея больше. То есть его Астрея буквально на два сталкера меньше. Что, в принципе, не критично. Он контролирует точки. То есть в ПВП важно контролировать вот эти вот узкие точки. Через них армия проходит очень долго. И с Энтерями здесь очень легко соперника грузить. Да, то есть не давать ему спокойно зайти. Вот он разбил камни. Вот сюда пошел НИП продавливать. Убил батарейку. В принципе, вот она, крит масса сталкеров. И сейчас очень много баланса ПВП строится как раз таки на... Не баланса, а матчапа. Крит массе, да. То есть это то количество сталкеров, которые начинают что-то шотать. Где-то 8-9 сталкеров шотают сталкера. И это круто работает на уровне... Блин, колына раннего с одной базы. А вот как раз, когда мы играем с двух, с трех баз, это число 20. 20 сталкеров, как вы видите, подходят к супер батарейке, которая должна все спасти. И они делают супер удар. Оп. И нету батарейки. Все. В чем прикол? Сейчас вот количество войск. Видим, какое огромное. И оно, ну, не помещается нормально на экране. И в этом весь прикол. У соперника, как бы, войско такое же огромное. Пара филдов. И все. И он защищаться не может. То есть, Nexus это огромный филд. Вот эти газы это огромные филды. И сталкеры, в принципе, могут давить, душить. По этой причине я в стандартном PvP там что-то объяснял. Говорил, что перед третьей базой всегда Templar архивы ставятся в PvP. Вот. Здесь просто ситуация пошла, что они вдвоем пошли в ранние третьи базы. Ну, а если бы это был пуш с Templar архивами, то вот этих филдов бы не было. Можно было бы себя не давать, зажать, естественно. Но соперника поджимать. Косяк в том, что, естественно, если у вас Templar архивы, у вас сталкеров столько не будет. И там всякие вещи. Но что получается? Астре получил экономическое преимущество. И пошел давить. Вот и все. То есть, он взял первую базу. Он пошел. И начинает давить теперь Ниба. Просто сталкеры имморталами. Начинается замес, начинаются бои. Это замес, скорее, такой даже. Замеса-размен. Как я говорил, филды решают, когда архонов нету. Вроде бы не подбился. Вроде бы все окей. Но тем временем у вас трея новая база. Идут дарки в атаку. И это как раз-таки следующая стадия. Когда у вас PvP растягивается на больше, чем 3-4 базы. Точнее, больше, чем 2 даже. То есть, уже 3. Очень жестко заходят дарки. То есть, у протаса детекция отвратительная. Это медленная, дорогая единица, которая просто очень много чего стоит. Как и вообще любая другая единица протаса. Что фотонки, что все остальное. Видите, у Астре везде по фотонке. У Ниба везде по фотонке. Но это дорого. Кстати, на третью Ниба нету фотонки. То есть, это все очень дорого на самом деле. Как бы это ни звучало странно, на фотонке это дорого. Апсы это дорого. И как только вы расширяетесь, апсы начинают прям жестко давать сбой. Хоть у Астре везде есть апсы. Он готов к этим забеганиям дарков. У Ниба их нет. И эти дарки могут сейчас порешать, в принципе, весь бой. Просто атаки с нескольких сторон. Да, заметьте, мы приходим, отвлекаем здесь. И потом забегаем апсами. Ой, апсами, дарками. То есть, Ниб все-таки заметил. Дарки побежали в другое место. Дарки с бинком могут бегать, прыгать, убегать от апсов. В этом прикол. Апсы у протаса очень медленные. Поэтому вот эта вот стадия, если вы хотите, чтобы ваш матч на стратегии побеждался, а не на микроконтроле, то блинк дарки, вот это ваш выбор. То есть, вы начинаете просто в какой-то момент начинать бой, забегать дарками, заканчивать бой. Не пытайтесь его выиграть. Вот и все. И таким образом просто Астре наносит катастрофический урон. Не понимает, что здесь ничего не сделать. И, в принципе, это был матчап ПВП. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия — это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Дед.